Привет, меня зовут Павел Абастов, и добро пожаловать в прохождение игры The Dark Pictures, Санта Логи, Man of Medan, с тебя царский корейский лайк, я желаю тебе приятного просмотра. Вижу с вами не поторгуешься, лады, вот, держите, я иду в Аббанк. Ну и нафиг ты это сделал, дурачок. Конрад сказал, на одном из кадров виден проход. Конрад, правда? Правда, задняя турель. Ха, молодец, конни. Джулия, рек на юге Тихого океана. Мы пролезем здесь. Ага, острый, аккуратно, ты что творишь? Капец, ты можешь не успеть нажать, вы что? Эй, осторожно, тут опасно. Пропустишь даму? Вперед. Минутку, я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые. Мы это сделали. Мечта сбылась. Ну все, не будем тратить время. Вперед, к открытиям. КП, что-то видел. Опачки, опачки, опачки. Это получается, вот этот ребризер называется, да, получается? Из-за него случились какие-то проблемы. Походу у нее с сердцем или с дыхалкой. Надо быть на чеку. Джулия, стой. Тебе придется снять всю снарягу. Не надо. Там очень тесно. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Это опасно. Может, это и правда опасно. Стоп, я что-то видел, там блестело. А, не, это просто получается дверька. А вот тут еще что-то блестит, смотри. И. Найдет секрет. Да, Брэд, хлебушек наш. Посмотри. Бомбодержатели переделали под шлюпки. Интересно. А, ладно. Одной шлюпки не хватает. Кто-то уплыл. Посмотрим, что еще тут осталось. Так я вроде камеру не брал. А почему камера сейчас есть у него? А, ладно. Странно. В любом случае, я желаю тебе приятного просмотра. Надеюсь, тебя эта серия не разочарует. О, Боже. Он что-то держит. И. Ого. Какого черта тут случилось? Мне кажется, они знали, что им конец. А, ты слышал? Давай проверим. У него там ствол. Может, не надо? А то живет еще. Твою дивизию стал. У меня же фаркс будет от таких. Не самый плохой исход. Ох. Вы чего нафиг? Серьезно. Я серьезно же не верил. Пилот и второй пилот. Наверное. В авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось. Угу. Осторожней. Он уже очень давно тут лежит. Да, да, да. Ну вот зачем тебе это делать? Вот зачем? Ну-ка, бросься, ребятка. Угу. Джулия. О, Боже. Эй. Ничего больше не трогай, прошу. Хорошая игра. И конкурсы хорошие. На самом деле интересно все вот так вот изучать, потому что я ни разу в жизни не нырял с эквалангом. И мне дико интересно. Наверное, пора всплывать. Надо отсюда выбираться. Срочно. Эти звуки резкие. Вот зачем? Зачем? Господи, Алекс! Темноперая серая акула. Мы ей неинтересны. Поплыли. Постой. Ладно. Думал, это подходящий момент. Но я был в этом до конца уверен. Но я откладывать не хочу. Ух ты. Все-таки... Да ладно. Под водой так и не поймешь, но я на коленях. Ага. Джулия, выйдешь за меня? Вот так вот. Я... Вот, блин. Аликс, прости, я не хотела. Я просто... Мы ведь чуть не умерли. Джулия, я серьезно. Так. Мне нужно подумать. Нет, все. Любовь, любовь у нас. Аликс, вау. Прямо сказка какая-то. С каким концом? Да, да, конечно, я за тебя выйду. Ну все, любовь-морковь. Ну что, прекрасный принц. Может, настала пора выбираться из этой жуткой ловушки. Получено достижение. Лишь, говорит Джулия, мы поднимаемся, ждите. Черт, Вадиме, я за тебя выйду. А, мы видели картину, старая осторожность. Черт, ну ладно. Без нее нельзя. Логика? Синк обауты. Так. Промолчи, промолчи, я сказал. Еще несколько секунд. Все, можно. Давай, давай. Эй, что там у вас творится? Что здесь такое? Ничего такого. Все уже нормально. О, пустяк. Твой младший братец просто решил взорвать мой гриль. Конрад, ты просто неисправим. Вот видишь. Так. Что там за лодка была с топами? А, что там за лодка была? Рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос. Неважно. Пустяки. Вы лучше скажите. Че-нибудь нашли? Ну, мы нашли самолет. И он гигантский. Там столько всего. Господи, хватит. Вы можете все на секунду заткнуться. Охренеть. Ну, братан, поздравляю. Это круто. Сейчас будем праздновать. Вот видишь, если бы мы резко поднялись, у него бы были проблемы со вторым. А вот и Капитан Флейс. Сильная, решительная, упрямая. Как будто между ней и Конрадом что-то есть. Будьте уверены. Вы помогли им принять решение, которое их еще порадует? Прекрасно. Открыта какая-то особая возможность. Что это такое вообще? Ну ладно, напишу в комментарии внизу. Я потому что пока не в курсе. И вот, мы, значит, только что чуть тут все не погибли. Ну, не то, чтобы прям погибли. А этот болван. Болван? Этот болван достает, не знаю откуда, кольцо. Кстати, где хоть ты его прятал? Ну, не при дамах же. Можете себе представить, в каком я была отпаде? Ну, че, стильно, братишка. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил все, что там было в одно лицо. То есть, подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойдем поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да. Я внизу оставила, можешь глянуть. Посмотрим. Вот. Ты скоро будешь в миссис Смит, как ощущения. Так. Радость. По-честному? Я как-то не думала. Но звучит и в самом деле неплохо. Значит, все запланируем и обсудим. Свадьбу. Да что ты все время не уверен? Так, спланируем вместе. Вот теперь мы говорим о приятном. Я быстро учусь. Теперь у нас вся жизнь будет на двоих. Я так боялся, что ты откажешь. Да опять ты что-то такая нерешительная. Заверение. Ну, конечно. Ну, конечно, я бы согласилась, балда. Я очень рад. Вот так и должна умная женщина поступать. Я прямо увидел, как перед нами развернулось будущее. Да опять ты... Да что-то такая, блин, нерешительная. Так. Кокетство. Обожание. Я люблю тебя, Алекс. Все. Вот счастливая семья. Нет, блин. Куда все делись? У нас же такой повод для праздника. Я их найду. Отдыхай пока. Эй, а где мой брат? Или флис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Ай, батан, блин. Опа. Когда успели? Строгость, озорство. Береговая охрана здесь. Патруль, там береговой патруль. Что? Скорее наркоту за борт. За борт наркоту, живыми не дадимся. Да какого хрена? Братец, ну ты дал. Джулия, серьезно, это сейчас глупо было. А, точно, пиво. Я уже несу. Ага. Надо было промолчать, наверное, все-таки. Так, крайне тормози. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Она быстро говорила. Так, стопай, что это такое? Ну, как ощущения после помолвки? Гора с плеч, честно. Я столько об этом думал. И? Ну ладно. Хотел, чтобы запомнилась. И запомнилась, будь здоров. Не могу не признать, сделать предложение на дне океана очень романтично. Служба воздушного спасательных операций остров Онуин. Горжусь тобой. Что бы я делал без такого брата? Э, то. Это в каком смысле? Ты сказал слушать сердце. Не настолько я сентиментален. Я про мединститут говорил. И что? Все равно хороший совет. Ну, завтра-то ныряем? По мне, это все как-то чересчур рискованно. Не бойся. Я ведь тоже там буду с тобой. Я пойду найду Джулию. Да че вы, да-да. Эй, там уж мясо скоро будет. Нашла планшет? Извини, я отвлеклась. Ничего. Найдем его. Пошли. Есть. Идем. Иди сюда, красотка. Полегче, Тигр. Нас там ждут. Вот он. Кто от этого откажется? Внимание, зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого, а еще что нашли? Этот самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулю из фюзеляжа вытащила. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых. Они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Промолчим. Какая теперь разница? Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Потому что раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки. Не развлекалочка. В океане тонут люди. Их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, начинается. Есть одна история случилась прямо в этих краях. Излагай. Будем вместе бояться. Страшные сказки. Так, давай подержим. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну, давай, напугай нас. Ладно. Поехали. История реальная. Случилось прямо тут рядом. В очень старом мейте. Ну да, классика. Да ну. Не верю. Откуда знаешь? Она была начертана на истлевших страницах древнего журнала, который я откопал в кармане самолетного кресла. Тот маяк стоял в атолле, отрезанный от внешнего мира. Луч света во тьме. Отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови. Еле бредет по берегу. Без сил она рухнул смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Веселье. Только об одном и думает. А она говорит. Я живу здесь. На маяке. Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал. Вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот. Они идут наверх маяка. А там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Рассказываю, как есть. Только факты. Двух человек порубили на кусочки топором. Промолчим. Промолчим. Двух человек. Открывает. И так и есть. Внутри человек. И он глотку себе вскрыл. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе. Ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. вот это поворота лихо закрутил признались меня ты напугал здорово кровище ты не пожалел ну ладно повеселились и хватит надо лечь поспать а то погода портится не-не-не по стандартному морскому регламенту перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву это что еще за регламент стандартный протокол морского надзорного органа подраздел 1099 где что его видел в интернете на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво закон есть закон мэм а что хороший сайт рубишь фишку вдруг не я пас а Поехали! Прочное сажение, только давай, идти быстро! Тихо! Ну нехоро же, а что там делать? Ничего мы тут не сделаем в этой ситуации. Ясно, пиратики, да? Угу. Так, давай ей лучше. Давай снимем ленту. Вот теперь придумаем план. Джулия, ты как, а? Нормально. Пусти! Хватит! Уже почти. Новости. Хорошая и плохая. Плохая? Да куда уж хуже-то. Плохая новость в том, что это могут быть рыбаки, которых я взбесил. Ну, молодец, Конрад. Отлично. Красота. Хорошая. Ну, я их узнаю. И что тут хорошего? Я думал с этого пункта начать. Боже, ну ты и кретин! Эй! Аликс, что они с нами сделают? Не волнуйся. Хотели бы убить, давно бы убили. Если просто убьют, это еще полбеды. Так, давай развяжем. Народ, надо освободиться срочно. Давай. Черт. Не вышло. Давай. А, на нахер. Конрад! Никто не знает, что здесь, детка. Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьма-кусок. Слышь, отвали. О, вот это сейчас он втащит. Ну че, герой че? Нет, я тебя там че за это? Так, серьезность. Чего надо, уроды? Стойте! Не надо, прошу. Слышь, ты чего? Остынь. Так, промолчим. Держим себя в руках. Потом с ним разберемся. В таких ситуациях надо спокойнее себя вести. Ты первый за себя хорошо молишь, а? Примолчим пока. У него, потому что голова в крови. Это значит, что мы потом с ним сможем справиться. Если будет зажаз какой-то. Чули, они идут. Господи, Конрад. Фух. 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 Пустите. Алекс! Эй, руки выбери. Алекс! Сволочи! Эй. Дом-дом. Хлебар, закрой. Слышь? Я же выберусь. Тебя закрою. Они ее бить не будут. Флиз не тронули. А флиз, я смотрю, с ними прямо спелось. Так, руки мы. Давай развязывай скорее. Че ты тупишь? Брэда видел? Напряжение. Нет, не видел. Надеюсь, он живой. Давай. Повернись. Руки не показывай. Как приведут Джулию, попробуем на них напрыгнуть. Так, идут. Нет, ну что за хрень? Эй, эй, ты как? Что с тобой делали? Ничего. Не трогали меня. Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег. Алекс, прости меня. Что? Что такое? Они кольцо забрали. Джулия. Ничего. Ничего. Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. У вас есть ножницы? Постучите, привлеките внимание. Раз-раз, потом нож в печень никто не вечно. Че вы тупите? Ого. Восемь секунд. Шторм в восьми милях. У них был катер, может его угнать? Да. Да, у них катер. У головаря есть пистолет. Но кто-то может пробраться на катер? Детсос. плохая день промолчим этой ситуации что думаешь я пролезу в окно только сначала надо его выбить слишком громко услышит мы дождемся удара грома отлично я вылезу в окно осмотрюсь отвлеките их чтобы меня не заметили пошли плохая идея надо чтобы девчонка вылетла не отвлекают хотя нет нормально о чем ты думал ну какого хрена что игра немножко притормаживает у меня хотя я не на максималках играю спокойствие иди ка ты сходить нужно бежать сходить нож а так ты будешь врач не успел да блин куда нажимаешь ну капец блин быстро летит так что жесть опачки а вот это хорошо у этого башка разбито его можно победить садись он там ты сюда все живы говорит не шарится они говорят заткнись если будешь помешать нам мы эти типа тоже врежем тебе опачки сюда а что с нашим приятелем то его чё убили и кто из вас мне расскажет про это манджурское золото а А, он живой, слушай, все в порядке. Эй, Конрад, ты сделал, что смог? Так, заткнулись, живо! Мы просто разговаривали, что-то... Мы просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу, флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им проманьчжурское золото. Они в сговоре. Молчим пока. Назрывает план. Вы все заодно! Это ловушка, и ты нас подставила! Эй, мудила! Рот закрой! Эс, да что ты, мышь? Тихо! Все мы! Ты! Со мной! Эй! Оставь ее! Узнай, скот, как бродить со штормом! Ну, только давай без глупостей, а то усиленно пожалеешь! Ясно? Дюков Милан запрашивает сводку погоды. Прием! Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием! Сильный шторм. Эй, я просто хочу про шторм узнать. Дадите информацию? А то нас тут потряхивает. Прием! С востока идет большой шторм. Он вас сильно зацепит, но в течение часа должен уйти. Все в порядке, Дюк? Скажите, если нужна помощь, обычно вас не пугает непогода. Промолчим. Эй, не осторожен. Я разберусь с тобой. Нет! С! В! Х, езди! Выбрасывай все, что можешь. Стой! Ну да, ладно, сбрасывай все. Ухватиться. Своя жизнь самая ценная, потом остальные. Эй! Вперед! Давай! Хорошо, ты о других заботишься. Нечего сказать. Так держать, Флиз. Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Я не знаю, где он. Он может помочь. Ясно. Молчите об этом. Он может нас выручить. Про Брэда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Ну здорово. Он же может там погибнуть. Брэд взрослый. Не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Да ладно, это тот корабль. Лучше. Аааааааааааа. Ааааааааааа! пока никто не умер все могло сложиться совсем иначе моя заслуга по доброте душевной я мог бы некоторым образом предупредить вас о том что грядет хотите нет чтобы то вот справитесь сами независимость дивно возможно глупо скоро мы это выясним теперь когда напряжение достигло определенной высоты полагаю вы жаждете вернуться к своей истории но вот в чем дело все совсем не так как кажется на первый взгляд что особая возможность напиши в комментариях пока не следовало мне этого говорить что будет дальше ты узнаешь следующей серии поэтому ставь лайк пиши комментарии и подписывайся на канал но я напоминаю что с тобой был я павел абазов увидимся в следующей серии и пока пока